Привет, привет. Кому Солочко? Что-то ты в этой странной рубашке. Да он в пижаме до сих пор, он только вылез из кровати. Как пижаме, это итальянская дорогая шелковая рубашка. Ой, ё-моё, как мы с тобой отстали от жизни. А у меня пижама точно такая же. А вы все в казарме, вы все, у вас все так... В казарме пижаму не выдают, там выдают кальсоны. Вы живете как в одной конюшне дезинфицированной. Вы не камильфо. Вы живете не по феншую, я вам хочу сказать. Не по фен... Кому? Чё ты ругаешься? Не, мы по фене... По фене, пожалуйста. Куда ты пропал? Газде, пожалуйста. Не. С конем со своим. Конем. Дожди. Если бы я имел коня... Это был бы номер. Юра, только я тебя умоляю, во время эфира не включай никакую дополнительную аппаратуру. Это создает... А я не включаю, она сама, видимо, или включается, или отключается. Не, и наушники на стол не бросают. Ну да. Потому что они начинают фонить сразу. Ну да. И не перемещайся. Что ты как неродной. Я сейчас вообще от вас уйду. Злые вы. Уйду я. Ты еще в конце каждой фразы доваляй слово в натуре. Если бы уже решил по фене говорить. Я не по фене. Я теперь модный. Видишь? О, да не то слово. Это нам пора уходить. Мы по сравнению с тобой какие-то лохи позворные. Ну тут спорить не буду. Так, ну че, братцы, начинаем? Поехали. Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью Рашворд. И в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан перворанга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр. Привет всем. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, сын. Здравствуйте, товарищи. И старший лейтенант Пиджак из всеми ненавистного Израиля Юрий Гимельфарб. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Но я предупреждаю, что, и точнее напоминаю, что мы три мозга мирового правительства, топило, тайное общество полковников и лейтенантов в оппозиции. И поэтому мы обсуждаем только самые важные вопросы. И вот самый важный вопрос пришел к нам из как раз логова, в котором засел Юра. Это то, что две мамзели, они призвали к окончательному решению навсегда завершить проект Израиль. Это дело в том, что они решили, что это одни из основательниц движения Black Lives Matter, BLM, и это письмо подписали более 500 ведущих политиков. Это Патрис Ханкаллас. Каллас, Каллас, не перепутайте. Они заявили, что Палестина, это Южная Африка нашего поколения, если мы не предпримем смелых шагов, чтобы положить конец империалистическому проекту под названием Израиль, мы обречены. Это, так сказать, основа движения BLM, как выясняется. Они азгойми считают. Вот так вот, не больше и не меньше. Но прежде чем мы начнем обсуждать, дорогие друзья, у меня вопрос, мы же должны быть толерантными, мы же должны быть политкорректными. И вот вопрос, как называть вот этих двух мамзелей, которые подобное заявили. Мы не можем сказать, что это две черные дуры. Это расизм. Это ни в коем случае нельзя говорить. Не-не-не, нельзя. Мы так говорить не будем. Если сказать, что это две тупые лохматые пизды, это тоже нельзя сказать. Это сексизм. Плюс ущемление прав лысых. Это ни в коем случае нельзя. Чего? Кого? Кого боишь? Да, так вот я и говорю. Не трожь, не трожь. Вот, 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 вот. Мы не будем так говорить. Если сказать, что это две ебанутые, это тоже нельзя так сказать. Это ущемление прав нормальных, потому что на нашей многострадальной планете ебанутых 90% населения. А также нельзя сказать, что это были две американки, потому что 90% населения земного шара мечтает о двух вещах. Первое, чтобы Америка развалилась. Второе, чтобы получить грин-карту. Да заткнись ты, сука, уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла! И как, дорогие друзья, мы будем определять вот этих двух... А я не знаю, кого. Жесткое вступление такое. Это жёсткое, Юр. Это самое, я, знаешь, как вот журналист, политолог, мне сложно даже сразу подобрать слова. А потому что вы не понимаете борьбу. Во-первых, не только две, они у нас ещё в Конгрессе также выступил Умар из Сомали, представитель в Конгрессу Умаре, там четыре, они называются такой склад, отделение. Они все, понимаешь как, они же это из благородных чувств делают. Вот вы сразу их начинаете обзывать. Да мы не обзываем, мы определить хотим. Да, ну вот они борцы за свободу, они как раз за равенство. Они говорят, они как раз за нас. За нас, за кого? Да, они говорят, чтобы избавиться от антисемитизма в мире, в первую очередь надо избавиться от Израиля, от евреев. Если не будет Израиля и евреев, не будет антисемитизма. Логично же. Не понял. И я не понял. Они говорят, чтобы не было антисемитизма, чтобы антисемитизм не было для этого, чтобы не было евреев. Слушай, подожди. А если же не с семитизмом так борются? Не было антигерманизма, надо ликвидировать Германию, чтобы не было антифранкизма, надо ликвидировать Францию, чтобы не было русофобии, надо ликвидировать Россию. мир во всем мире на земле будет они они как раз они как раз борются с этим совсем они говорят что вот раз такая у нас проблема с антисемитизмом надо избавиться от семейков в первую очередь надо избавиться от их главного офиса центр вот этого самого самого омерзительного кстати прости пожалуйста я очень плохо знаю американские проблемы и вопросы религии и атеизма а вот допустим большинство черного населения в том числе и членов блм какие религии они исповедуют или могут исповедовать ну блм наверное нихрена не исповедуют они обдолбанные наркоманы в основном но вообще-то очень такие религиозные люди раньше чернокожие американцы были очень такие религиозные баптисты они ходили в церкви в каждое воскресенье были очень верующие потом те которые из них стали оказывались в тюрьме из тюрьмы уже выходили ваххабидами они выходили мусульманами нация ислама это все они из тюрьмы я знаю нескольких таких чернокожих которые вышли из тюрьмы и они мусульмане и там принимают ислам и они все равно остаются бандитами но теперь уже они свинины не едят ага ну это первое дело это самое это все объясняет это самое главное подожди а евреи тоже свинины не едят что это все не евреи мы же сказали что уже решили с ними вопрос избавиться от твоего ненавистного нам Израиля антисемитизма не будет все антисемитизм закончится они это они борются так с антисемитизмом то есть ты пошел пошел от обратного то есть ну чтобы бороться с ну я понимаю это логика это логично чтобы бороться с кариусом в зубах надо перестать чистить зубы зубы выпадут и кариуса больше не будет в зубах так подожди проще сразу выбить все зубы или ну можно и так но это не гуманно или там бороться с грязью чтобы бороться с грязью надо не мыться хорошо я вам более казарменному такому примеру смотри когда в казарме начинает что-то вонять и воняет и воняет там параша там что-то еще что-то с гнило что-то воняет солдаты не мытые пот воняет если не проветривать часто казарму и не умирать они к этому запаху привыкнут и перестанет вонять точно да но при этом если ты воняешь ты не моешь и ты воняешь и ты через какой-то момент ты привыкаешь к этому ты говоришь я не пахну че у меня у меня все нормально да но при этом юр практика подсказывает что при этом половина солдат заболеет обязательно какой-нибудь дрянью а вторая половина просто будет вшивая я это видел в реальность вшивые и больные вот иметь их с этой проблемой армии да это конечно безумно все интересно но понимаете друзья дело в том что подожди смотри подожди смотри тут же не только в белом вот я сейчас был как раз на митинге против антисемитизма в Майами я не знаю сколько миллионов человек живет в Майами это огромнейший город огромнейший есть музей холокоста здесь вот они организовали это музей холокоста потом был митинг там поддержку изра никто не пришел несколько человек пришли чего-то там помахали и то это были в основном израильтяне которые американские евреи вообще не явились американские евреи защищают этих всех этих всех они а то что Амар сказала в конгрессе что от Израиля надо избавиться потому что тогда антисемитизма не будет а Блинкин ее защищает евреи глава госдепа Камала Харрис защищает это все сама черная муж евреи левый левый левые они все они все левые а рядом у нас есть такой городок Боку Рутон один из самых богатейших городов возле Майами одни евреи живут там все левые богатые так там специально провели поддержку Палестины митинг посмотрите это на видео у меня кстати на последнем капитанский суд тысячи они идут и кричат чтобы из Израиля избавиться евреи все молчат никто страх страх отцов рабство сынов боятся или думают что это пройдет когда люди живут богато и жирно они останутся ленивыми они думают а ничего как в Германии евреи же не прекрасно все пройдет это все так мы это тут при чем мы нормальные люди поэтому у нас у нас в правительстве до хрена этих левых евреев которые это же и поддерживают они это поддерживают мы сами во всем виноваты знаешь поддерживали большевиков думали вот сейчас будет равноправие сейчас будет не нифига себе нифига себе поддерживали паровозом шли да и все а потом а потом их же погнали туда же в нацистской Германии первоначально этот Тельман они его поддерживали этот Тельмана поддерживали поддерживали потом сказал Тельману отдать голоса в пользу Гитлера все нормально поддерживает все нормально Гитлер это просто такая вот сейчас идет такое все пройдет мы не религиозные мы немцы у меня железный крест с первой мировой войны все зашибись то же самое у нас в Америке происходит железное сейчас я тебе скажу у нас цены на все выросли в три раза уже как вы пришли товарищи коммунисты все сейчас в Майами ни к чему не подойти ничего не купить строительные материалы выросли в 4 раза еда выросла в 2 раза цена да все бензин горючий выросло тоже в 2 или в 3 раза и от этого от всего девалируются деньги начинается инфляция огромная сейчас экономика наша тоже будет похерена а у Китая она процветает у России экономика стала смотри как здорово расти в России все здорово рубль укрепился все хорошо потому что нефть пошла вверх а а кто будет в этом виноват вот давайте угадайте с трех раз в Украине что творится кто в Украине сейчас виноват в Израиле что сейчас творится все это началось все это началось 20 с 4 ноября и уже как приняла целые обороты 21 января дворя войны атаки начались обнищание населения экономики начались ну в Израиле понятно кто виноват там больше нет а мы будем виноваты я так смотрю очень странная интересная нация дело в том что единство очень сложно мне сразу Исаак Бабель с его одесскими рассказами когда Беня Крик грабил как раз будучи сам евреем грабил богатых евреев ну в общем они жаль тот же Савва Морозов и все они кого поддерживали кого они финансировали думали что их обойдет а БЛМ у нас все у нас БЛМ уже стало не каким-то движением это партия это партия которая миллиарды миллиарды долларов и которая уже диктует что надо делать значит что у нас произошло в день когда убили нашего святого героя мученика эти нацисты полицейские убили Джорджа Флойда в этот день госперт госперт ты что на колено возьми колено на колено быстро прости меня Васенька дуру грешную он он в некоторой степени зависим вот так скажем в некоторой степени зависим мученик иконы сейчас в золотом гробу похоронили этого святого человека и в этот день во всех посольствах и консульствах американских должен был висеть флаг БЛМ вы в курсе нет не в курсе вот как вот господин госсекретарь госдепа это сделал он сказал конечно добровольно каждый посол может сделать представитель консульства и как ты думаешь все они добровольно это сделали колхоз дело добровольное мы это знаем и все да конечно попробуй не сделай тебя значит уволят это я себе представляю флаг с Трампом вывезти на наших посольствах в поддержку чтобы теперь что то еще они так а ну вот этот значит музей холокоста в Майами где собралось 4 инвалида в протест против антисемитизма в мульти огромном городе где очень много евреев живет там открылась выставка в честь Джорджа Флойда вот тебе пожалуйста Джордж Флойд там целая выставка этого мученика его в принципе сравнивают с детьми сожженными в печах со стариками гражданским населением он примерно подходит под музей холокоста а полиция тут нацисты которые сэсовцы которые вот так вот как евреев немцы загубили с ранее почему это сделать некоторые там начали выступать послали их к чертовой матери те которые эти музеи этот содержат да потому что у музея денег нет а у БЛМ деньги есть вот и все вот вам и ответ да но тут же я хочу дополнить то что ты сказал то есть сейчас вот в частности эти несчастные арабы которые угнетаются злыми евреями они распространяют информацию о несчастной политической девочке которая была убита проклятыми сионистами только одна маленькая деталь эта девочка оказалась живой москвичкой и эта фотография была спутенижена с инстаграма это вот одна только маленькая ремарочка то есть это так было действительно на самом деле но я хочу сказать что этим все дело-то на самом деле не ограничивается в частности в Соединенных Штатах тоже как стало известно ректор Радгерского университета ведущего вуза Нью-Джерти вначале осудил антисемитизм а после протеста пропалестинской студенческой группы извинился за это свое заявление и это сделал никто иной как Крис Молой но этим опять же дело не ограничилось что эти заявления никого не удовлетворили дальше организация выпустила заявление что ректор осудил антисемитизм необоснованно а значит полицейский начальник полиции Дербана это Детройт никто иной как Рональд Хадат он значит это американец с ливанскими корнями он извинился за то что лайкнул фейсбук статус коллеги я поддерживаю Израиль он навлек на себя шквал критики в соцсетях и заявил что он целиком на стороне палестинского народа вот как-то ну смотри сначала возьмем девочку все очень логично смотри римляне убили Христа с помощью и в Иерусалиме в Израиле то есть то что палестинцы говорят их земля их территория он там воскрес так кручеву до палестинцев не могут убить несчастную девочку на земле палестины чтобы она воскресла воскресла в россии почему у изгриев может там воскреснуть а в россии не может воскреснуть я не понимаю девочка воскресла опять же это вот такие еврейские дискриминации еврейские дискриминации унижения других народов поэтому я считаю что ничего тут странного нет если они правда ее убили на святой палестинской земле и она воскресла в россии все 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 меня например это все складывается а я я хочу сейчас интересный момент подметить что на данный момент основным очагом основным да очагом скажем так сионизма в принципе до сих пор остается россия давайте возьмем в историческом плане в историческом плане я не беру руководство ВКПБ там 1917 года Бронштейнов Аптельбаумов Фильм там и так далее там много фамилии различных это мой язык он выговорить эти фамилии даже не может Гемельфарм Гемельфарм да 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 это естественно Юра ты знаешь самое прикольное то что ты бы посмотрел в комментариях как его фамилию коверкуют наши зрители да это не то слово я уже привычный это общее место там это самое то через Е то через 1 М то через ну я сам он ее коверкал пару раз вот смотри первое российское правительство советское правительство семнадцатого там восемнадцатого года да второе кто все таки был организатором государства Израиля в главной мере это наверное все таки был Осип Бессарионович нет вообще то это был лорд Артур Джеймс Бальфур именно благодаря актрине Бальфура сколько сколько сил у вас скажем так что что без лучшего друга всех мескитурников Израиля бы не было конечно конечно вот тот самый сорок седьмой сорок девятый год там же и куча партийных постановлений принималось все думали что это будет шестнадцатая республика Советского Союза наверное а евреи а евреи так всегда наверное ну и наконец наконец последнее крайне смотри бога Сталина взяли жестко опустили опустили давай в глаза кидаются этими кибуцами с коммунизмом социализм это ж надо так а потом так раз и опустили продаться за доллары да иуды да так вот не то слово так смотрите а теперь значит вот этот вот этот сионистский дух проник можно сказать в администрацию президент российской федерации согласен не дали каждый экономистический дух проник в администрацию и в Израиле и в Америке тоже ой 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 значит тут вдруг сказочный национальный лидер открывает памятник одному из самых консервативных императоров российской империи Александру Третьеву который правил с 1881 по 1896 год значит который был ну критически настроен к оппозиции и так далее и так далее был гонителем наук и всего остального хотя его называли миротворцем но дело в том что какой-то сионистский скульптор так самое интересное памятник открывал почему консерватор наш сказочный национальный лидер лично перерезал ленточку и снимал там с него это самое а мог бы да но если если бы он не был бронзовый значит бронзовый а спиздят ну в Гатчине огромный памятник Александру Третьему консервативному царю ну не там и вдруг у него на груди въедливые ушлые эти самые журналисты журналисты обнаруживают что орден Андрея первозванного он был восьмиконечник всегда а тут вдруг во время легче президента на фоне этого памятника сука ну подсунули подсунули все да шестиконечный шестиконечный орден повесили на груди императора Александра звезду Давида не но Саш хорошо что не желтую звезду ему повесили это уже огромное облегчение поднялся такой скандал что ночью в темноте при свете там прожекторов и фонариков скульптор спиливал ножовкой по металлу или болгаркой спиливал этот орден сегодня ночью и к утру уже на шурупах там на саморезах прибил туда орден восьмиконечный в конечном итоге слушай а где вот этот шестиконечный орден я бы его купил сейчас покажи фамилию скульптора но по-моему она какая-то еврейская это был очень серьезный намек на все да не то слово я бы такой орден купил кстати вот у нас вы знаете на гербе американском на американском гербе очень сильно у меня есть это да вот американский герб сейчас я покажу его видно но его не видно ты куда-то в сторону показываешь сейчас так ты долго показал да это долго видишь ну и вот на гербу есть сверху ты подальше чуть-чуть подвинь его от камеры вот фокус хороший хороший фокус вот сверху тут надо орлом такое круглое как бы солнышко 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 да вот в этом солнышке внутри там из тринадцати звезд пятиконечных то есть тринадцать первоначальных штатов Америки сложилась пятиконечная звезда это же пятиконечная это не случайно это еврейская звезда это не случайно это когда у Вашингтона армия погибала и не было нечего кушать и не было вооружения то это был такой Хайм Саломон банкир он взял все деньги отдал Вашингтону на наряжение армии накормить солдат и тогда смогли они отбить британцев и таким образом мы получили независимость и когда Хайм Саломон стал нищим и он нищим умирал и Вашингтон его спросил что я могу сделать для тебя он сказал я хочу чтобы где-то в символике американской было заложено что мы евреи тоже участвовали в борьбе за независимость Украины что мы такие же Украины на том это невозможно потому что у нас в Конституции запрещено на нашей американской символике использовать любые религиозные символы или слова кроме Бог люди что сейчас леваки хотят убрать и он сказал ну шестиконечная звезда это не религиозные символы религиозные это семисвечник а шестиконечная звезда это просто была звезда на щите у царя Давида она непонятно что она обозначала кто говорит там мужчина женщина кто говорит баланс и вот таким образом евреи смогли вот таким путем всунуть туда в символику Соединенных Штатов Америки в орла Америки еврейскую символику вот да это ж насколько надо быть прошаренными хитрыми вот вообще да не то слово Саня да не то слово я тебе больше скажу что российские депутаты они все разгадали в частности они выяснили что оказывается провал манижа ну это певица такая есть вот депутат Госдумы от Единой России Вячеслав Лысаков как он сказал свинью русским в виде быдловатой таджикской пучеглазой женщины стебающиеся над русскими женщины подложили евреи это вот дорогие друзья сейчас увидите на экране вот этого Вячеслава Лысакова а помощником у него был вот этот интеллигентнейший человек который вы тоже сейчас видите на экране это Леонид Симунин очень интеллигентный человек очень интеллигентный это глава прокремлевского молодежного движения местные близок к боевой организации русских националистов впоследствии сотрудник министерства энергетики ДНР я правда с другой стороны не очень понимаю кто подложил свинью россиянам когда Елена Ваенга это певица такая есть она вышла на экраны первого канала переодевшись в монаха с бородой и спела песню Михаила Круга золотые купола и это было я напоминаю на экране первого канала то есть она была с бородой а вот вы ее сейчас видите на экране дорогие друзья я только не очень понимаю чем не угодил ли так сказать россиянам кончита вурст с бородой но вот так ну тут однозначно совершенно понятно что тут опять же виноваты евреи вот такая была история что провалил я не понял вначале кто чего провалил в смысле евреи провалили манижу есть конкурс евровидения да еврейское видео еврейское видео еврейское видео то что мы как опилов внесем ответственность мы должны разобраться в этом смотрите мы не можем выступать потому что мы уже сегодня выступили в такой антисемитской форме мы уже часто выступаем в гомофобской форме мы часто выступаем а теперь у нас получается что мы еще против транссексуалов вырастила на бороду вышла она с ней спела плотняк нет нет но тут вывод какой отсюда следует а вывод очень интересный вывод такой что давайте рассуждать логично за кого я понял понял это антисемитская выходка потому что она вышла в костюме священника на еврейском видео на первом канале на первом канале тут тут не там же какая-то манижа да манижа манижа это таджикская певица которая поехала на евровидение а ваенга это русская певица которая пела на первом канале нихуя не понял Ну, очень интересно. И все это дело замутили евреи. Все запутали? Это не то слово. Там, понимаешь, еще интересный момент идет. Вот когда вот этот депутат, я уже забыл, как его там, Плысаков, критикует менеджмент и творческий состав вот этой группы, которая выдвигала этого манижу, он почему-то опять же обвинил евреев. Я не пойму, я начал разбираться. Кто, в принципе, создавал российскую, чисто российскую, советскую музыкальную культуру, мне попадаются все время какие-то грустные фамилии. Дунадевский, Шостакович, Фрэнкель, Фельдсман, Тухманов, Крутой. Я думаю... И исполняет это все Кобзон русское поле. Да, 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 да. И вот мне интересно, это сколько лет они губили эту культуру, губили, не загубили, и, наконец, двух каких-то там дохлых шестерок подставили, чтобы загубить до конца все это дело. Да не то слово. Но, господа, господа... Подожди, подожди, я хочу... А, что, еще у нас есть тема? Нет, я хочу предложить как конкретную идею. За кого борются вот эти белые и американские, и европейские леваки? Давайте включим улыбку. Они борются за права меньшинств. То есть за тех, кого меньше. За тех, у кого меньше? Нет, за тех, кого меньше. А, у кого меньше. А вот давайте сейчас включим лойку. Вот как поется в известной песне. Огней так много золотых у клуба сексуального, парней так много голубых, А я люблю нормального. А он примерный семьянин. Его жена красавица. Я с ним бы справился один, но с нею мне не справиться. Ему скажу я шепотком, что оба мы нормальные. Давно уж стали большинством. Меньшинство сексуальное. Так вот, я делаю отсюда вывод. Леваки должны начать бороться за права нормальных, ибо нас меньшинство. То есть теперь, пускай леваки ратуют за права мальчика трахаться с девочкой, они пускай ратуют за права евреев, поскольку евреев 9 миллионов, а арабов миллиард. Пускай они ратуют за права, так сказать, гетеросексуалов, то есть им пора за наши права бороться. И, соответственно, BLM, Black Lives Matter, пора переименовывать в NLM, Normal Lives Matter. Вот как вы считаете? Какие-то политические такие лозунги выбрасываются. Слушай, нам придется... Нам надо будет идти в политику. Дело в том, что... Я, наверное, это топило, топило. Зарегистрирую как юридическое лицо. Логично. А почему нет? А ты знаешь, это Гимель Фарб, он говорит же верно, потому что это старая вещь, это он не вон придумал, потому что, знаешь, как говорят, евреи – это меньшинство. Да. Мы – меньшинство, да. Но в каждой отдельной отрасли мы в большинстве. Это железно. Это в свое время сказал Жванецкий очень-то. Да, Жванецкий – это... Куда не влезь, их везде меньшинство, а куда не влезь, везде их большинство. Евреи в другом евреи, но не те евреи были. Это вот я назвал в прошлой передаче. Евреи, евреи, как думали, не евреи, но не те евреи были. Сейчас я покажу, что за люди, что за народ. Куда ты пошел, лишениц? Так, вот, шок. О, это не шарик, по-моему. О, нет, это не шарик, это нам. Кто-то попросил, чтобы мы на один день, на одну ночь взяли этого пёсика к себе. Ага. Так, и вот уже неделю, неделю он с нами, а родителя нету. Бросили тебя, Зеракину, чтобы... То есть, я делаю вывод, что этого пёсика вам тоже подбросили евреи? Так, смотри, мы... Вот почему мы не расисты, да? У меня один пёсик зовут Шарик, второго пёсика зовут Чурка. А этого мы толком не знали даже как зовут. Нам показалось, что его зовут Логан. Логан. Это марка автомобиля Рено. Да, ну... Так мы его назвали Логманчиком. Логман. Подожди, Логман обычно едят? Да. Это блюдо, поэтому я предлагаю назвать его Масон. Масон. Тут много не скушаешь. Тут жрать-то нечего. Он на один ужин хватит. На один ужин хватит. А он такой хороший, такой ласковый, такой, знаешь, ничего. Всё, что хочешь, ты с ним можешь делать. Он такой хороший. А что ты хочешь с ним делать? Я не знаю, сколько у меня может быть собак. Он, наверное, не очень молодой. Ну, такой ещё и любит всех. Любит людей, любит собак других. Хорошо, что он тебя любит в хорошем смысле этого слова. Кто же у тебя двор охраняет? Кто должен лаять на прохожих? А он не лаят. Вот он не лаят. Ну, Шарик, понятно, не лаят, потому что Шарик там волчара. Значит, он сексуальное меньшинство. Только, у меня только Чурка лает. А эти не лаят тоже, тоже никаких звуков не используют. А у меня все меньшинства. У них это сексуальное всё. А, вот так вот, жёстко. Прямо конкретно. Кстати, друзья, Юр, как у нас там по сценарию? Мы дальше поговорим или что? Ну, дальше всё, собственно говоря. Дальше. Секунду, друзья. Ну, просто я не могу, как русский человек, но всё проявлеев да проявлеев. Ну, можно я поздравлю всю нашу аудиторию? Всё-таки с днём рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это вот, вот, да, сегодня родился Пушкин, наше всё, который сказал, мы добрых граждан позабавим, и у позорного столба кишкой последнего попа, последнего царя ударил. Это не я сказал в Пушкин. Так не, а я даже специально вот Чаадаева его стишок вот приготовил, наизусть плохо помню, но он понравится всем. Я полагаю, и зрителям в том числе. Любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман. Исчезли тюрные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит ещё желание под гнётом власти роковой, нетерпеливую душой, отчизны в немлем призывания. Мы ждём стомления в уповании минуты вольности святой, как ждёт любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для честности живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасным порывам. Товарищ, верь, взойдёт она, звезда принятного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обламках самовластия напишут наши имена. Простите, очень, может быть, скомканно, очень быстро, очень волнительно, но эти строки, на самом деле, нашёл. Это, когда в школе в русской спрашивают, что произошло в России в 1799 году. Всё, он встаёт и говорит, что Пушкин родился, он говорит, правильно, всё, единственный классик, который что-то соображает. Садись. Говорит, что в России произошло в 1812 году, Великого? Все опять молчат, они говорят, дети, дебилы, никто не знает ничего. Всё, мы тянем рукой, она говорит, всё, у Пушкина была оборудована. Но, это не суть, есть, вообще-то говорят, что его вот этот дед, Эфио, Галибов. Да, был Ивей, да, но это, я не знаю, что это правда. А как же русский только написал? У меня в фермиотеке стоит столько томов, что русский бы никогда не написал. Ну, вообще, он все буквы сдал, вы получаете, конкретно. И, да, да, я скажу такую историю, значит, почему Пушкин Юрий? Я не знаю, был он где-то Эфио или нет, но когда я, значит, служил в посольстве в Москве в 92-м году, ну, был дурдом, там, тебе всё время кто-то какие-то секреты хотел продать, потом хотел бесплатно отдать, там всё время какая-то фигня шла, и тебе звонили, какие-то письма прислали. И часто какие-нибудь письма там прислали в мою отделку, военно-принам без вести пропавших, и, а все, я самый младший был по званию, и все кидали мне это, мол, читайте и смотри, что там, значит, пишут, может быть, кто нашёл какого-нибудь американца где-то. Крайний, натуральный. В основном, 99% писали люди ненормальные, ну, явно с ними, они пишут Беллигарду. И тут вот так вот, реально, вот такая вот стопка, значит, писем, ну, значит, когда с бумагой был дефицит, я ещё подумал, вот сумасшедшие, у него столько бумаги, и он, значит, всё это исписывает на печатные машинки. Так вот, другие я не умел читать, я умел тут читать печатные. Вот. И он, значит, пишет, кто евреи в России. Ну, понятно, там Ленин, Сталин, они все, там, Брежнев, там, все они евреи. Ленин, там, он вообще-то, там, тоже какой-то ленивый, и Лёня, ну, в общем, какую-то Беллигарду пишет, 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 я так смотрю, хочу найти какого-нибудь интересного. Это понятно, что они все евреи. И смотрю, Пушкин еврей. А он не просто пишет, у него вот каждая страница, он пишет имя, там, отчество и фамилию человека, и он описывает в деталях, почему, как он пришел к этому, как будто он провел разведывательную такую работу. Я думаю, Пушкин еврей, елки-палки, а что Пушкин-то еврей? Я, значит, начинаю читать, я сейчас не помню, что он писал, но конкретно у него заключение было, Пушкин еврей, потому что он стоит с жопой к России. Кинотеатру! Блин, я только сейчас нашел, ну, нифига же. Я тоже сразу, я сразу не врубился, о чем он. И потом он, я говорю, почему Пушкин стоит с жопой к России, и он из-за этого еврей. А это памятник Пушкина стоит с жопой к России. На Пушкинской площади, да. Вот, вот, тут аргументов нету. Тут больше можно... Да не попрешь. Да, это точно. Кто же он в посаде? Он же памятник. Памятник поставили в 37-м году, в день столетия его гибели. В 1937-м. А потом через недельку и архитектора завалили. Мало ли в Бразилии. Это тоже верно. Ну, ему сначала, наверное, какую-нибудь дали там Сталинскую премию. Да, потом как раз и предъявили, почему он стоит в Тверском бульваре вот этим местом, да. Понятно. Логично. Да, логично. Ребят, значит, я думаю, у этого, который памятник Александру Третьему поставил с орденом... Замечка, конечно. Замечка, конечно. Ну, тоже не светлое будущее перед ним. Магично. Это творческая его деятельность. Это называется, знаешь как, у творческих людей, у журналистов, у писателей, у художников спазм гонорарных сосудов. Ну да, это тоже верно. Ребят, спасибо вам огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, я напоминаю, с вами были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Всем отличного настроения. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Боря. Ну и я, Юрий Гемельфар, из Израиля. Но я, как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд и до встречи через неделю. Пока. 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 Пока.